Всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. У нас сегодня парфюмерное видео. Я расскажу о двух ароматах. Это Tuberose Mystique от Bulgari. Это новинки. И Mon Guerlain Intense. Два вот такие вот аромата. Расскажу свое впечатление. Не обижайтесь, если оно не совпадает с вашим. Рассказываю чисто вот свои впечатления, свое восприятие об этих ароматах. На губах у меня 601 номер Armani. Очень люблю эту помаду. Ношу редко. Цвет обалденный. На губах ощущение, знаете, какое-то такое лаковое. Очень приятное и она ультра-ультра стойкая. Вот так накрасил, пошел и не заморачиваешься и знаешь, что там ничего никуда не утечет, ничего не размажется и все будет на месте. В общем, давайте начнем с Bulgari. Красивый флакон, роскошный, богатый. И все ароматы Bulgari у меня ассоциируются именно с чем-то таким роскошной, цветочной композицией, сладкой, насыщенной. Как бы то, что я люблю. Но, несмотря на это, у меня до сих пор в моей коллекции ни одного аромата Bulgari нет. Как-то вот они меня не цепляли вот настолько, чтобы купить их. И для меня вот этот вот микс цветочный у Bulgari часто я его воспринимаю немного синтетическим. Попрызгала и на него, и на руку нанесла час там назад один аромат, другой аромат. В общем, что могу сказать о мистической туберозе? Для меня это тубероза не мистическая, потому что я слышу здесь туберозу где-то вдалеке. И на первом месте я слышу смородину. Это такой, знаете, ягодный такой, кислинка такая ягодная, которую я не люблю в ароматах. Я вообще, вот с фруктами у меня как-то тяжелые отношения в парфюмере. Я люблю только персик и мандарин. Вот мандарин мне очень нравится. Мне нравится вот эта сочность, у меня какие-то там воспоминания там и ассоциации с Новым годом. А вот черная смородина, ну вообще, вот ассоциация, дача, вот вкус черной смородины. Для меня как-то это не очень интересно. Для меня это немножко кислит. Так красивые цветы, сладкая в пазе. То ли ваниль, то ли бобытотка, не помню. Что-то сладкое, приятное. То есть аромат меня вот настолько не впечатлил, чтобы прям бежать и покупать его. Но я знаю, что он многим нравится. И аромат, в принципе, очень красивый. Помните, вот у них есть какая-то линейка, такие огромные. По-моему, это идут колонии или оди туалет. Нет, по-моему, все-таки колонии. Такие огромные 125-миллилитровые флаконы. Там красный, белый, черный, что-то еще. И вот черный интересный. Вот как-то я задумывалась над его покупкой. Там, по-моему, роза с удом. Но там такой лук медицинский. Такой прям... Я не решилась. Все-таки вот эта вот медицинская нота, это тоже не совсем мое. А второй аромат, вот если сравнивать вот эти два аромата. Второй мне понравился больше. Герлен, у меня два аромата Герлен в моей коллекции. Это Шалемар и некоторые фланкеры Шалемар. И Инсаленс. Инсаленс вообще любовь. Вот этот аромат интересный. Для меня он... Для меня он очень сладкий. И я нахожу вот это сочетание лаванды и ванили. Это интересное сочетание, но это не то, что мне хочется опять же носить на себе. Лаванда дает какую-то шершавость. Что-то такое холодновато-шершавое. Даже немножечко горьковатое. Такое травянистое, травянисто-цветочное. И еще я слышу здесь ваниль. Все. Вот лаванда потихонечку уступает место ванили. Как-то она так уходит. В начале, конечно, достаточно много лаванды. Интересное сочетание, но опять же не мое. Как-то вот не хочется мне так пахнуть. Я не знаю. Напишите, пожалуйста, как вы относитесь к этим ароматам. Что нравится больше. Хотя вот второй аромат Герлен очень интересный. Ну вот очень сладко. И ваниль я люблю. Ну не знаю. Как-то вот лаванда все-таки... Все-таки как-то он меня немножко так опять же не зацепил. Вот нету такого, что ой, да, все, хочу и все. А вот что хочу и что мне обязательно нужно приобрести. Вот я вообще не понимаю, как я накупила столько всего. И у меня до сих пор нет моего любимого опиума. Вот оригинального. И опиум вопес мне очень понравился. Он такой прям искристый, светлый, яркий, праздничный. По характеру он мне напоминает, знаете, Амуаш Юбилейшн 25. Вот тут тоже такой прям раз. Вот когда у вас все плохо или там темно на улице и вы устали. И вот вам нужно вас просто поднять. И как-то вот добавить энергии. То вот это Юбилейшн 25. Или вот опиум вопес. Опиум даже еще, мне кажется, еще более такой яркий. Очень красивый аромат. Вот их обязательно хочу. Кстати, тот, который я показывала в последнем, в предыдущем. Нет, не предыдущем. Короче говоря, там, где я показывала свою коллекцию. Я вам показывала опиум вопес. Я купила в ebay. И это оказалось подделкой. Я его отослала обратно. Мне вернули деньги, слава богу. Все это закончилось хорошо. И теперь я, конечно, буду аккуратнее. Потому что, ну, я в основном в ebay, конечно, не покупаю ароматы. Вот это был первый раз. И вот такой прокол сразу. В основном я в онлайн-магазинах нахожу. Или в магазинах по оценке. Вот. Потом мне обязательно нужен слоник от кинзо. Причем, знаете, сначала он мне настолько не понравился. Я вообще не понимаю, что случилось. Но вот сейчас вот он мне очень нравится. И я его воспринимаю таким, знаете, сочным, сочно-влажным. Вот. Для меня там не специи на первом месте. А вот это вот мандарин, сок мандарина. Какая-то влажность вот такая. И специи для меня там вполне носибельные. И даже мягкие, я бы сказала. То есть там нет ничего такого странного в том аромате. И не понимаю, почему он мне вначале не понравился. Вот. Слоник обязательно нужен мне. Потом бренд Inizio. Это что-то с чем-то. Нравится почти все. Особенно Psychedelic Love, Aphrodisiac. Белый Rehab. High Frequency тоже нравится, потому что там красивый миндаль. В общем, там много чего мне нравится. Обалденные ароматы. Но они дорогие. Поэтому я как-то так откладываю покупку. Думаю, сначала вот я куплю себе слоника, опиум. Вот что-то такое более дешевое. Более доступное. Вот. Что мне еще там хотелось. Ну, конечно, хочется очень знакомиться дальше с ароматами Serge Littene. Очень мне нравятся они. Они как редко что-то нравятся до такой степени, чтобы вот прям действительно пользоваться, покупать флаконы. Но они вот настолько какие-то атмосферные, не похожи ни на что. И настолько вот они интересные, что вот очень хочется узнавать новые ароматы этой марки. Кстати, недавно достала вот Serge Noir у меня есть, которым я говорила, что не буду ни в какую пользоваться. Сейчас он мне нравится. Мне нравится вот этот Демок, Ладан. Да, он странный, но сейчас зимой он у меня вполне пойдет. Так что хорошо, что я его еще не продала. Вот. Значит, опиум и слоник это вот, наверное, самые такие большие хотелки. Ну и нить его. Потом мне еще нравится аромат. Вообще никто его не знает, никто о нем не говорит. Но я его как-то нанесла на руку и просто улетела. Это бренд, который в основном они вообще изготавливают обувь. Причем обувь такую очень классную, дорогую. Руберто Уголини. И аромат называется какой-то там каблучок. Подпишусь, сейчас не помню. Вот тот аромат тоже мне очень нравится. Там, по-моему, какао, ваниль. Тоже все такое сладкое, веселое, очень красивое. Вот. Ну и это Муаш, наверное, чего-то хотелось бы. Ну, в общем, вот самое вот, что я хочу купить, это слоник и опиум. А с остальным посмотрим. Не знаю, когда что появится. Потом вот этот Давидов мне нравится, который я тоже показывала вам в видео. Лето Бленд. Ну, в общем, нравится очень много всего. Хочется все и сразу. Но вот эти два аромата, о которых сегодня была речь, как-то вот не зацепили. Но, знаете, я уже и рада, что хоть что-то мне не нравится. Потому что и так хотелок дофига и трошки. Хочется очень много всего. Все. Я с вами прощаюсь, бегу на работу. Пишите, пожалуйста, что вы думаете об этих ароматах. Как они вам? Как вам Тубероза? Как вам Герлен? Мон Герлен Интенс? Будет интересно почитать ваше мнение. Я с вами прощаюсь. Всем всего самого-самого хорошего. Пока-пока. Пока.